Яна, здравствуйте! И настроение, и атмосфера, все передается в более таком очень... Если мы говорим про географию мест, где были сделаны работы, то там такие более экзотичные места, где же здесь было? Нет, тут не к местам привязано, тут именно нужно смотреть в суть посыла, который сама фотография читает за себя. И это отрывки вот этих мгновений, которые преследуют нас по жизни. Кто-то фиксирует, кто-то нет, но это те же послания природы и наш диалог с ней. Не случайно мы встали здесь, действительно замечательная работа в четырех частях. Что это, где это? Ну величественная она, эта гора, вот и все. И вот находишься рядом с ней и ощущаешь, насколько ты микроскопический. Потому что если приглядеться, можно видеть горнолыжников, которые гуляют по горе. И мы просто как муравьишки по сравнению с ней. И ощущение, я не знаю, может это я такая эмоционально впечатлительная, но ощущение монументальности, чего-то грандиозного, величественного и очень огромной силы вибраций. А где была сделана фотография? Это Монблан. Вы понимаете, у нас люди мечтают о Монблане, а вы его фотографируете и не щадите нас в четырех частях. Вот вам, спасибо. Это вулканические образовавшиеся глыбы. И они действительно, если приглядеться, розового цвета. И еще и попался парусник розовый. Если вы помните произведение «Соль», да? Мы, конечно же, помним. Вот. Наша культура, наша школа. Так сказать, за девушками, да? Да, за девушками. За девушками. Вперед. Хорошо. Но вот почему там четыре, а здесь две части? Ну, потому что акцент все-таки на какие-то такие эмоции величия, да. Ну, а «Соль» — это какой-то фрагмент из каких-то там воспоминаний детских. Наши воспоминания всплывают картинками, и вот когда какие ощущения нас одолевают, да, эмоции, то это сопровождается картинками. Может, здесь есть какой-то хаос в распределении, но это мое настроение такое. Когда вы смотрите на фотографию, где у вас рамки этой фотографии? Вот вы смотрите на какой-то вид, где начинается для вас фотография, где заканчивается? Вот как вы отбираете, вот здесь я немножко сдам слева, здесь я сдам справа. Это ощущение, больше я вкладываю какие-то не логику, а эмоции, ощущения. Это чувство какое-то мне подсказывает, я его в алгоритмы не выписываю, а вот интуитивно. Я вот даже сейчас работу положила, они измеряют линейка, я положила ее без линейки, тут же. Как вы нам уже рассказали, вы можете для завершения одного снимка, вы можете сделать, во-первых, несколько сотен снимков, и можете провести несколько часов на этом месте. Вот, допустим, давайте, раз уж мы здесь, для того, чтобы сделать этот снимок, сколько времени вы провели? Ну, гуляла долго, да, искала, даже не только в этом месте, потому что я прошла весь берег, в ту сторону, в ту. Я искала момент, нашла этот самый гениальный, но он же гениальный, смотрите, камни, просто спектакль. Он очень сказочный, я вам скажу. Да, спектакль какой-то, и тем более здесь еще появился кораблик. Наталья, вы подруга Яны Зеркаловой? Да, с детства. С детства вы дружите? С детства, да. А то, что Яна потом решила, так сказать, покорять мир и уехала в центральную европейскую страну, не помешало вашей дружине? Я была приятно удивлена встретить ее через 9 лет, потому что наши пути чисто случайно оборвались, потому что мы с 13 лет вместе, вместе в том смысле, что мы встретились в школе. Яночка жила в Тбилиси, и после Тбилиси она с родителями, с семьей приехала в Одессу, пришла в нашу 122-ю школу, вот, и мы сразу как-то, знаете, когда новый человек приходит, к нему всегда какой-то очень повышенный интерес. И вот вы встретились, спустя годы. Спустя годы мы встретились, причем спонтанно, я, я, ну, я поняла, что она в Одессе, это моя, это моя любимая подруга детства, и она в Одессе, вот где, ну, каким образом найти. Конечно же, фейсбук мне помог, я открываю, нахожу латинскими буквами Яна Зеркалова, набираю. Спасибо латинским буквам за это. Да, спасибо. И где-то 50 лайков я ехала домой, 50 лайков. Только от вас? Только от меня. Под одной фотографией. Я вижу, знаете, именно поток, вот такое вот чувство, вернее, что вот она, вот моя подруга, вот родная душа, сколько лет, сколько зим. Посетила первую выставку я в Садах Победы. Вместе с ней она мне показала, рассказала. Но то, что я вижу здесь, это совершенно другой формат. Это раскрывается не только она, как фотохудожник, а раскрывает больше наш внутренний мир, который мы, знаете, есть некоторые вещи, мы можем их как-то погостить себе. Мы не можем представить, насколько он многогранен, когда мы можем это увидеть. И когда мы это видим, нас это просто поражает. То есть это, конечно, и ангелы, и природа, она настолько многогранна, у меня просто иногда нет слов. Я могу передавать чувства. На первой выставке у вас была замечательная работа, где очень гармонично смотрелись эффекты в виде пузырьков. Да. Здесь же тоже мы видим спецэффект, но не пузырьки, а вот что-то такое с деревьями. На самом деле это Одесса, Приморский бульвар. Это Одесса, Приморский бульвар? Да. И благодаря вот здесь вот есть Александр Фурдак, очень гениальный художник. И мы сделали такой микс-медиа, вдохновение. Хорошо. И называется крылья, потому что они парят. Ну, у меня была такая ассоциация, все одесситы путешествуют, покоряют мир своими наблюдениями. Ну, вот это как бы планетки с одесситами, которые гуляют. Тут вообще остров, священный остров какого-то индийского бога. Кто же вы молчите, рассказывайте. Вот здесь их не видно, но они в воде, очень много, большое количество разных индийских статуэток. И их нельзя ни трогать, ни перемещать, и очень специфическое настроение такое. Скажите, вам лично импонирует здесь работа? Конечно, конечно. Ну, трудно выделить какие-то отдельно. Это все и настроение, это живописная фотография, это не фиксация, это не фото-тревел, как говорится. Это очень, это живопись, фото-живопись. Вот. И сегодня никак не могли определить термин, как назвать автора художник, фотограф и так далее. И сказали фотографиня в шутку. Но это фотографиня на самом деле, да. А мне, как архитектура, импонирует, конечно, вот этот снимок со старым домом. Это, ну, прекрасно. Хотя... Нравится вам? Очень нравится, очень. Ну, мастерство, талант, настроение, живописная фотография. Ну, прекрасно. Яна, ну, на первой выставке мы видели даму в облаках. И вот, собственно... Здесь как развернутые. Развернутые, да. Да, ну, как бы... Это те же облака, расскажите. Под названием это нежность, а в общей сложности это как танец природы. И девушка вымазана белой глиной, и она как бы представляет такой больше спирит, нежели плоть. И вот она у меня в виде ангела в облаках. Нежность, ангел, природа. Глиной вы вымазали вы? А? Глиной? Конечно. Кисточкой с водой, с рухой. Когда девушка ушла домой, она ушла еще в глине, или вы... Нет, потом мы ей сделали спа-процедуры, она ушла благополучно в своей одежде, чистой и красивой. Одежду вы ей тоже вернули? Конечно. Ну, замечательно. Нет, ну, бывает, знаете, по-разному. Ну, да, как договоришься. Ну, мы договорились. Большое вам спасибо, Яна.